МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа Диалог. Здравствуйте. Для вас в студии работает Дарья Давыдова. У нас в гостях сегодня Елена Дергунова, директор департамента финансов администрации города Сургута. И тема нашего диалога – бюджет Сургута онлайн. Елена Владимировна, я вас приветствую. Добрый день, Дарья. Во-первых, хочу поблагодарить, что вы представили сегодня возможность так широко рассказать горожанам о нашем проекте «Бюджет Сургута онлайн». И, возможно, неравнодушные горожане после этого примут участие и пришлют нам свои заявки для их дальнейшей реализации за счет средств бюджета города в следующем бюджетном цикле. Давайте для начала тогда поговорим о том, что это вообще за проект. Он впервые был реализован в прошлом году. Что он из себя представляет? Ну, действительно, в городе Сургуте этот проект впервые начал свою реализацию в прошлом году. Конечно, тема эта достаточно широко уже практикуется в других регионах Российской Федерации и по предложению Департамента финансов автономного округа мы тоже решили принять в нем участие и попробовать реализовать его на территории города. Впервые в прошлом году проект, это называется проект партисипаторного бюджетирования, но мне больше нравится инициативное бюджетирование, как более понятно для... Да, более просто и понятно. В прошлом году мы впервые объявили реализацию этого проекта. Для этого, во-первых, предусмотрели в бюджете города на 2018 год 15 миллионов рублей. Во-вторых, организовали прием заявок. Любой горожанин мог подать заявку, которая могла бы быть реализована за счет средств бюджета города. Но были определенные ограничения. Во-первых, сумма проекта должна была быть не более 5 миллионов рублей. Проект должен был быть интересен большинству горожан. И этот проект не должен приносить ни коммерческой выгоды и относиться все-таки к тем вопросам местного значения, которые призваны решать именно органы местного самоуправления. Поэтому мы объявили такой вот прием заявок. Помогали нам представители народного совета. Народный совет, поскольку мы впервые реализовывали, долго думали, как привлечь и кого можно привлечь, воспользовались тем опытом, который уже в городе существует. Это опыт территориального общественного самоуправления. Там активные неравнодушные люди, которые работают практически на всей территории города, могут привлечь внимание многих жителей. Поэтому мы создали такой вот народный совет из 15 представителей территориального общественного самоуправления, которые организовывали и информирование о приеме заявок, принимали эти заявки и по объективным критериям оценивали, насколько эти заявки готовы, жизнеспособны, насколько они могут быть включены в бюджет города. Кроме этого, на нашем портале «Бюджет Сургута Онлайн» было открытое голосование. Неплохой был результат. Более 3200 участников этого голосования. Каждый мог проголосовать за три понравившихся ему проекта. Считаю, что для начала было неплохо. Поступило 42 заявки. Из них 28 было отобрано как те, которые могли бы быть реализованы в зависимости от того, как выстроится рейтинг по итогам их оценки. Не вошли заявки, из которых было трудно понять, что его заявитель вообще предлагает и как это должно быть реализовано. А основная часть заявок, все-таки 28, были рассмотрены. И уже об этом мы информировали. Неоднократно эта тема звучала. Были лидерами отбора, стали такие общественные инициативы, как установка электронных табло на автобусных остановках города, частичное благоустройство улицы Грибоедова с установкой композиции «Я люблю Сургут». Народная тропа – это обустройство дорожки пешеходной возле травматологического центра, это создание аллеи молодоженов, создание сквера театральной, проведение лазертаг-игр среди молодежи, шахмат – это парковые шахматы, и организация освещения моста на пересечении улиц Аэрофлотской и Нефтьюганского шоссе. И именно эти инициативы были рассмотрены в дальнейшем нашими отраслевыми департаментами, и в настоящее время кое-что из этого уже реализовано, а часть реализуется, и мы надеемся, что что-то в этом году, а что-то в следующем году будет все-таки уже воплощено в жизнь, и горожане увидят реально плоды своей фантазии, своих идей, своей инициативы. Я так понимаю, что большая часть идей касается благоустройства, да, как раз? Ну, в этом есть небольшая сложность, конечно, все хотят благоустраивать именно свои дворы, свои прилегающие территории, но хочу обратить внимание, что для этого у нас есть муниципальная программа формирования комфортной городской среды, на это выделяются средства федерального бюджета, окружного бюджета, местного бюджета, в обязательном порядке осуществляется софинансирование жителями этих многоквартирных домов, территорий которых благоустраиваются. Поэтому нам бы, конечно, хотелось, чтобы те идеи, которые горожане приносят именно в рамках нашего проекта «Бюджет Сургута онлайн», было не только благоустройство, но, может быть, какие-то творческие проекты. Вот, например, даже если взять вот те проекты, которые реализуются сейчас, тот же проект «Шахмат», это гигантские шахматы возле территории наших там ледового дворца и 50-метрового бассейна, где люди могут прийти и все воспользоваться, как бы поиграть, посмотреть на какие-то мероприятия эти шахматы могут быть выставлены. Поэтому, как бы, эта идея, она вот больше для горожан. Или вот те же, допустим, электронное табло на остановках. Та же топиарная композиция «Я люблю Сургут», которая сейчас уже создана, которой могут любоваться все горожане. То есть вот именно такого плана идеи, конечно, было бы лучше, если бы воплощались и ими могли воспользоваться все наши жители. Общественные пространства. Да, в основном на общественных пространствах. Везде есть нюансы, и даже если будет блестящая идея, и она может быть там в верхних строчках нашего рейтинга, но частная территория, либо, может быть, это относится не к тем вопросам, которые могут решаться именно органами местного самоуправления, то, к сожалению, такая идея не всегда может быть воплощена. Вы сказали, что бюджет прошлого года, вот этого проекта, составлял 15 миллионов. А какой бюджет закладывается? На вот нынешний период уже идет прием заявок. Интересно, смотрели ли уже, вот что это за заявки? Чего хотят сургутены? Поскольку в этом году проект реализуется и достаточно успешно, на следующий год мы запланировали уже 25 миллионов рублей, то есть есть возможность воплотить что-то еще интересное и нужное для всего нашего города. Но на данный момент подано всего лишь 6 заявок. Я должна сказать, что сбор заявок начался 11 августа и будет закончен 15 октября, поэтому есть еще практически месяц, когда можно их сформулировать и направить. И пока 6 заявок, они в основном касаются, конечно же, благоустройства. Хотелось бы еще сказать, каким образом мы информируем горожан о том, что этот проект действует. Во-первых, можно узнать всю информацию о проекте, если зайти на наш портал «Бюджет Сургута онлайн». Просто набрав в строке браузера «Бюджет Сургута онлайн» или «Бюджет Сургута», выведет на наш портал «Бюджет для граждан» и на нем можно найти интересующую информацию. Далее, вот такие вот листовочки «Предложи идею развития нашего города» с нашими помощниками, муниципальным казенным учреждением «Наш город» и представителями территориальных общественных самоуправлений. Мы распространяем, они развешаны на автобусных остановках, их можно найти в пунктах Совета «ВТОС». И если вы обратите внимание, есть QR-код, на который просто можно навести телефончик, тоже выведет вас на наш сайт, на котором можно ознакомиться с тем, какие условия нашего проекта, скачать заявку и, заполнив эту заявку, принести ее опять-таки в пункты территориального общественного самоуправления, либо просто отправить по электронному адресу, который тоже указан вот на этой заявочке. Интересно, есть ли какие-то условия для участия? То есть, допустим, возраст определенный, определенная сумма на реализацию проекта? Да, конечно, безусловно, такие условия есть. Гражданину должно быть не менее 18 лет. Бюджет проекта не более 5 миллионов рублей. Ну, с учетом того, что достаточно ограниченный бюджет в целом, 25 миллионов, чтобы хотя бы несколько инициатив могло быть реализовано, естественно, мы вот пошли на такое ограничение. И очень приветствовалось бы, если бы горожане тоже поучаствовали своими средствами, либо путем организации субботника, либо привлечением, может быть, каких-то спонсорских средств в реализации этого проекта. Поэтому критерии, по которым эти заявки будут оцениваться, они тоже есть на нашем портале. И нужно сказать, что в прошлом году вот этот вот Народный совет, некий коллегиальный общественный орган, который проводил отбор, в целом весь был сформирован за счет представителей территориальных общественных самоуправлений. Но, посмотрев на этот опыт, мы получили ряд предложений и замечаний, чтобы расширить его состав. И в этом году, помимо участников от Совета ВТОС, их там 5 человек, 10 человек у нас добавились. Это представители вузов города, это представители молодежной палаты при Думе города, это представители торгово-промышленной палаты, Совета по стратегическому управлению при главе города. То есть, таким образом, мы постарались как бы максимально расширить сферы, чтобы даже и наши члены Народного совета могли также транслировать вот эту нашу информацию. И, возможно, мы получим инициативы от более широких слоев различных целевых категорий участников. Вот интересно, в прошлом году определение победителей проходило двумя способами, не считая экспертного совета, да? Люди голосовали в отделениях, так скажем, нашего города, которые по всему Сургуту расположены. Также было рейтинговое голосование на сайте. А в этом году подведение итогов будет также проходить? Подведение итогов, да, оно будет проходить также. Это будут и критериальные оценки, которые будет проводить Народный совет. И будут учитываться в обязательном порядке результаты голосования на нашем портале. И при этом, если Народный совет для нескольких проектов определит одинаковое количество баллов, будут в приоритете те заявки, за которые проголосовало наибольшее количество горожан еще и на интернет-портале. Елена Владимировна, спасибо. Участвуйте, побеждайте, делайте ваши заявки, предлагайте ваши проекты для реализации. Это была программа «Диалог». Я желаю вам только хороших новостей. Увидимся на наших каналах.